Марину Сергеевну Каштанову, преподавателя дополнительного образования по изобразительному искусству, школы 15-33 лет, руководители из-за студии «Мир в красках», заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Союза художников Московского Международного художественного фонда, с докладом «Эффективные практики в области изучения художественных произведений в литературе и изобразительном искусстве». И следующий докладчик Скворцова Татьяна Петровна. Пожалуйста, только регламент, я вас очень прошу, чтобы на всех до 6 часов у вас вырушали. Я хочу сказать, что я в одной и той же комнате, больше 40 лет, но сначала был Дом Пионер, потом Центрингу Творчества, последние 2 года то лифтейская школа, и в общем занимаюсь одним и тем же. Так как я, как было сказано, как у Юнга Побергова направлению художника, который работает от того, как там Бог послал, что называется, хотя и биопатемическое образование, то когда я берусь за такую тему, которая является иллюстрацией, а она каждый год бывает, практически это связано с юбилеями, ну, с много чем интересным, и просто как тема вообще в композиции звучит, то я никогда не рискну давать ее сама. Я не специалист в литературе, не специалист в музыке, но все это очень люблю. Поэтому я обращаюсь, мы находимся на профессиональные станции метро в Москве, а на Октябрьске находится библиотека республиканская. Там чудный отдел был много лет, с сожалению, сформирован, который был эстетический и проводил такую политику «Клуб семейного чтения», где были дети, родители, где мы читали, где была чудная Вера Владимировна Милицкая, которая актерская имела образование профессиональное, которая и читала, и любила, и понимала, как никто другой. Поэтому, когда мы туда приходим, во-первых, конечно, масса книг, которые мы можем выбрать, вот Вера Владимировна, которая как раз с Хатюшей стоит, и которая нам читала, рассказывала, подела у нас во все литературные какие-то мы пытались, ну, ставили темы, задачи проиллюстировать. Вот, Пушкин, ну, что делать? Я так много сегодня слышала, Александр Секеевич, Пушкин, то мы несчастны, Пушкин, сколько, да, лучше, хлеба всем. Вот, но там была давняя мечта иметь Пушкинскую комнату. Вот Пушкинскую комнату, которая сейчас уже там есть, 301-й комната, там немножечко такие стоят колонны, как, типа, лицея, да, под Питером, вот, и в этой комнате очень хотелось проводить такие вечера, и стены, чтобы были украшены тоже, там, кстати, коллекция надерушивая висит в этой комнате, вот, и очень часто, да, еще проводятся выставки, такие персональные художники-фолистраторы, которые и ныне живут, ну, и многие из них с Пушкин тоже сталкивались. Поэтому, кроме того, что мы там прекрасно и слышим тексты, начитанные Эльгой Владимировной Милицкой, кроме того, что мы видим массу-массу книг, еще есть большую счастье общаться с живыми художниками, мы, правда, совершенно несколько уже ушли, как и Михаил Кулович недавно, ушли из жизни, но они тоже были, в общем-то, очарованы Пушкиным и создавали его, по его произведениям свои некрасные работы. Поэтому у нас ситуация такая, что мы сначала изучаем текст, масса слов, которые нам непонятно даже, что слово лугоморья, да, которые, в общем-то, нам может понятно, это не очень, но я им в словаре, но я этим никого не удивлюсь, тут так много слышала, что такие тут глубокие познания, вот, а затем пытаемся наши работы представить в рабочей выставке и услышать совет художников, которые нам что-то могут подсказать, рассказать. Второй художник, вот, кроме Михаила Федоровича Петрова, который был, это замечательно, Пушкин Зыков, как вы знаете, вот тут как раз на самом Пушкин Зыковом, так, если в свет приказе, то мы еще увидим, можно нам, да, там, что-то, через это. Вот, то вот это вот все, работа ребят, которые еще не вошли в книгу, они размера А3, я так, да, четверть Багмана, чтобы проще, в каждой работе такой размер, потому что в этой библиотеке была чудесная перепроданная мастерская, и именно для нас делались такие фолианты, ну, большие книги, громадные, куда грабили детей, клевили оригиналы, оригиналы просто детей, сделанные тушью, плачью, отварили чем угодно, и они нам до сих пор эти книги в Пушкинской помните живут, так как в 95-м год, когда мы начали сначала работать на первом том, это были сказки, потом появился том поэмы, и к 99-му году, в 200-м юбилею 2, рождение художника 2000-м, значит, мы уже подготовили эти тома, которые демонстрировались, и там сейчас любой может прийти их, полистать, посмотреть, второй наш друг, можно сказать, да, который консультировал нас, ребята, ему просто все работы, говорят, что я, что как, что, посоветуете, чудо-совершен пушкинист, да, Анатолий Язык, были в него в мастерской, преми того, что он приходил к нам туда, вот, дальше, вот, тоже, к сожалению, он ушел, прям буквально по всей не выставке была, это вот все стены библиотеки республиканская, где постоянно проходят выставки авторские наших, в общем-то, взрослых художников, да, не только детей, и вот его, а вы чувствуете, как отличается подход в пушкину, да, с совершенно разными людьми, которые, это вообще, такой плач, который на только историю, я не знаю, наверное, не встретила, ну, как бы, по жизни, причем все они шли на контакт с детьми, и, как вот, я уже слышала, что, вот, передо мной выступали, Елена Анатольевна, да, вы говорили, что часто дети не знают, как вообще книга рождается, кто там нарисовал, у нас была очень смешная фича с Львом Токмаковым, когда другие дети сказали, а вы в каждую книжку рисуете, он так все стал, ну, он был в мудрости, сказал, знаете, что милая барышня, ко мне, детей, пожалуйста, в степографию отвезите, объясните, что это такое, как примолк восприняла, она поняла, что надо действительно образовывать, да, вот, значит, вот еще такой момент, это уже был следующий ювелие, через 10 лет, после 200-летия, в Челябинске живет Елена Четенгина, который хорошо знают в Москве, как она говорит, я даже дышу, как Пушкин, таким я местному чувствую, но когда имешь какую-то даму, я думаю, а что бы, а не сказал Пушкин, у нее была чудная выставка, это Бакрушинский музей, у них филиал музея Островского на Третьяковке, ну, метро Третьяковская, и там, когда была ее выставка, это она себе, она вообще очень такой экспромт, вот, человек экспромт, да, она, кстати, сейчас получила златую лиру, оказывается, в Челябинске есть такой, свой конкурс для взрослых между поэзией, музыкой и искусство изобразительной, и она, когда, вот, 65 лет ей была получала, вот, значит, она работающая как художник по фарфору, необыкновенной, вот, он помоложе тут, и вы знаете, у нее, причем у нее выставка, у меня такая большая хорошая книга, там у меня такое настроение, я присматриваю, у меня такие акварели, что многослойные, вот, слой из-подслойных, там, кроме Пушкина еще и вещь, но неважно, там много чего, вот, так, с ней, значит, выставка, да, я посмотрела, такая взрослая, я говорю, знаете, у Пушкина есть диеволеада, знаете, да, это вещь не для детей, вообще-то, вот, но она ее в виде графики, в виде вильетах таких, она ее все-таки выставила, она говорит, не волнуйтесь, я расскажу детям так, что они увидят то, что им надо увидеть, в этих графических, они не заметят, вот, и вот действительно, мы действительно были очарованы, потому что она в таком виде именно ходила, там у нее подхватили листочек, вот он в предыдущем слайде, сейчас я вам покажу, он был вот здесь, видите, это она себе на лице такой грим сделала, вот, чтобы как устраниться с Пушкиным, он ее подошел, а не наложенное, нет, это у нее лицо было, вот, она была, она представляла, значит, у нее был костер, соответствующий похе, шляпа, и вот эти листочки золотая осень, мы просто детки были, мы поблагодарили, мы по листочку приквратили, вот, оттуда, потому что у нее вообще, вот, я сейчас посмотрела, открыла, как она там живет, вот, посмотрела, она иногда, когда свои выставки делают, презентуют, вот, последний выставок, как раз вот это вот, тоже она с Пушкиным так не может раскататься, вот, и не хочет, и просто не в состоянии, так, ну, значит, вселенные, чтобы эти коммунаты посмотреть, это Челябинск, вот, ну, просто получится в колоссальном удовольствии, она еще и пишет много в журналах и рассказывает о том, да, Ромбаева, я бы, все равно, была в Малом Манеже, и вдруг смотрю, сидит девушка молодая, и вот лежат книги с ее иллюстрациями она закончила суриков скидок вот я покажу вот это как раз этой книги и все эти иллюстрации есть у нее оптом купил издатель этой книги вот без права их выставлять она сидит и разрисовывает пишет она живописец кроме того и я преднете что у нас пушкина такое интересное правда детей не могли бы нам сделать мастер-класс идти и вы знаете она так совершенно спокойно пришла а мы купили 5 книг это было первое место у нас и вот она нам при нас не делаете вот эта книга она их 13 сидела но это конечно хамское прощение с книжки сидите тут отпечатки пальцев грязных сидел и просто расписывала вот пяти детям она всем совершенно разные это был подарок за лучшую победу в этом фонду то что про большие книги до сказать сложно не в библиотеке приходится брать большим трудом они очень тяжелые библиотеками дорожит и в общем то манка дает третий то есть первое это мы читаем вторую нашу подмосковную резиденцию полкушкин дает и большая везем и захарова вот и идем к нашим ну знаете меня что дети давно есть для детей которые стали профессиональными художниками и вот это у меня есть юрка гришков который так скажу с папой профессор по востоку юниор когда в дом прикошь это просто коллекция в эти и она готовилась готова петушка рисовать и для того чтобы найти вообще в обстановку востока то значит дети смогли все это померить это даже там одной из наших девочек надежает как правильно надо одеться и все это делаем значит мы там зарисовываем да и уже у нас появляется после этого так сейчас я дальше повернусь после этого у нас появляется вот книжечка которые на другом носителе совершенно она идет она идет на у нас на электронном носителе который та же самая вертодина нам обещает озвучить вот вы пока на экране видите там эту книжечку больше таких тяжелых грамматных книг где уже все рисунки дети не как-то могут получить нигде не могут выставить мы не делаем правда еще у нас бажок такой же шикарный вышел там и два тома сказок российских и зарубежных после этого уже начался девятый год когда вы значит сделали такую ситуацию так она сложилась ситуация все таки произведение сложно очень дело в том что детки все ваши классы они учат стихи из этого произведения и у них интерес к этому есть поэтому мы взяли старый фильм оперу замечательно посмотрели ночью так скажу и так ледикой немножечко попали друг друга но тем не менее все таки взяли картины пейзажа больше вот оттуда поэтому картина пейзаж вот вы видите и мы сделали на диск мы просто сделали виде слайд-шоу так ну слайд отдельно тогда еще не было такого можно сделать шоу как-то мы не владеем эти вот это с тех времен так сейчас я еще что-то это мы всем детям у которых до работы были вклеены мы дали такие сертификаты а вот и кроме конечно из астричи пушкина у нас были элитрации бажок марк гайдару братья гнил сголовник это в том году был юбилей был его сын который теперь главный нашу консерваторию да он был тоже вот и еще последнее что мы сделали там показать есть вот это вот уже все таки самый дат я услышала что на средний век издавался не больше 300 экземпляров мы издали потому количество кому надо было из детей только это тоже как у нас вот немножко студия о самом вашу обе да вот и был юбилей конька горбунка и отдельные фрагменты мы сделали здесь у нас перечень всех я имел такую наглость отослать один экземпляр на родину где есть музей конька горбунка иршова и мне журнал прислали благодарностью я подумал что в чему не показать может потому что коллекции нам прислали сказать что коллекцию берем вашу книжку вот и есть еще позвольте полторы минуты папушкина у меня когда были вели в год журнал начальная школа громадная статья ну как работал страницу зато много рисунков из этих статья о том как работаем над иллюстрацией вот весь процесс над большими камами я чуть-чуть вам показать на секундочку что последнее время чтобы как-то идти много с техникой что ли так я хотел показать что из наших рисунков иногда развлекаемся делаем такие клипы вот тут у меня один это после того как мы были в изюмах и захарова а давайте вот зиму надо быстрее вот мы сделали такой клип из это были настищи пушкина это не относился к чему у нас просто такой клипчик правда музыку его зима я думаю что ничего он КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 время есть еще стихи, но там, знаете, там читает Иннокентий Саптуновский, там же текст, и там Моско-Ченковский озень. Ну, это же еще племя у нас тут. Да, если хотите, вот у Ядзатки Магнитики, вот из Поля Пушкини, тут дерево, у Лукоморья. Тут дерево-витраж, это макушеница девочки. Ну, всем хватит, просто я не знаю, нужно вам или не нужно, там вам нужно. Там вам нужно, конечно. Я вам, конечно, там, у меня просто тут их там не смолевая, если кому-то нужно или что-то такое. Моя Сергеевна. Сейчас я не мешаю. Есть вопросы, Моя Сергеевна? Ну, кто не работает бесплатно, правда, нас в школу ужимает, буду жаловаться, как константин, потому что мы там никому не нужны. Абсолютно. Лицей был такой, он очень... Лицей информационный сентября на ноги под ЮНЕСКО, под ЮНЕСКО совершенно, только блатные приветствия у меня все бесплатные. Нет, я получаю нормальные деньги, бюджетные по своему таксу, да? Вот, но у меня блатных групп нет. Марина Сергеевна, у тебя всегда хотелось бы задать вопрос, задам во все услышание. Вы скажите, вот жанр новый такой, когда в произведении великих поэтов писателей и люстрируют дети. Вот издательства, им этот вот новый вид такой деятельности интересен ли? Потому что ведь очень достойное детское произведение. Если, скажем, есть согласие родителей, но все соблюдены, все вот эти формальности. Исдатель, вот и проявляет интерес к таким книгам, или это все-таки считается детский лепет, и это не проявляет? Вы знаете, я вам сейчас скажу, 22 года назад у меня была поездка в Волгоград, с моими работами детскими, да, в Волгограде вообще прекрасная детская красная галерея. Вот, и они нам подарили книгу с детскими иллюстрациями, ведь персонал это бы такой, который взяла бы. Вот, они там давно все это делают, им банки помогают, в общем, хорошая книга, сказки Шарля Перо. Вот, это было, это было, это было, благодарю банку, и все, больше ничего. Вот, шесть сказок, ну, у нас банки не идут, вот эти у меня есть родители такие, ну, как бы, я понимаю, что они в состоянии. Была, там, была, не хотят, да. Знаете, как говорил Юрий Башнин, вот тут по культуре, он говорит, надо иметь правильных родителей. Ну, у меня они бывают, но крайне детка. Вот, так что, спасибо. Спасибо большое, коллекция. Хорошо. Спасибо.